13 мая 2021 года вышло постановление правительства Российской Федерации о программе «Приоритет 2030». После проведения отбора университетов, 27 сентября объявили список университетов, ставших участниками программы. Всего в список вошли 106 вузов России, которые уже получили базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Казанский федеральный университет в их числе. 21 апреля 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Начиная с текущего года, не менее 100 вузов в субъектах Федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы. 19 сентября представители Казанского университета успешно защитили заявку вуза на участие в программе «Приоритет 2030» перед комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В ходе презентации ректор КФУ Ильшат Гафуров пояснил, что вуз ставит перед собой цель – содействовать с трансформацией региона, повышению его глобальной конкурентоспособности посредством генерации системообразующих проектов новой экономики. По итогам очередного этапа защиты КФУ вошел в группу номер один по треку «Территориальное исследовательское лидерство» и получит специальную часть гранта в размере 994 миллионов рублей. Проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сфюлин рассказал о том, как университету удалось получить грант. «С одной стороны, это не только новая программа, но и та оценка и, с одной стороны, нашим учредителям, министерствам, но и, с другой стороны, всем научным предпринимательским сообществам страны того, как мы работали последующие 10 лет. Потому что вот в основе анализа потенциала и управленческого в том числе лежал глубокий структурный анализ успехов, проблем, вызов, вузов, чего они достигли за последние 10 лет». По словам проректора, нынешняя программа «Приоритет-2030» особенная. В ней значительно расширено количество участников. Если раньше участниками программы были 28 вузов, то в этот раз в ней приняли участие порядка 300 организаций высшего образования. Новации 2021 года – это отсутствие ограничений по ведомственной принадлежности к Миноборнауке Российской Федерации и форме собственности. Также было разделение на два трека – исследовательское лидерство и территориальное и отраслевое лидерство. «Территориальное – это не означает, что мы отказываемся от международных и глобальных амбиций. То есть основная задача, с чем выступал наш ректор, в том, чтобы университет стал драйвером развития территориальной экономики. То есть чтобы мы объединили наши усилия для создания новой диверсифицированной, отвечающей вызовам индустрии 4.0 экономики Татарстана». Марат Софиолин подчеркнул также значимость гранта для вуза. «Это дает большую свободу для того, чтобы заложить основу трансформаций и вот по пяти новым приоритетам и произвести серьезное институциональное преобразование в образовании, в науке, в инновациях, в интернационализации. Более того, мы заложили даже инициативы, все, что касается воспитательной работы студентов, в трансформации и повышении эффективности управления». Отметим, помимо базового и специального гранта, 40% средств от общей суммы гранта выделит правительство Республики Татарстан. Это означает, что совокупный потенциал бюджета развития Казанского университета на 2021-2022 годы вырастет более чем на полтора миллиарда рублей благодаря программе «Приоритет 2030». Энджими Небаева, Фарид Захидоглы, Универтньюз.